Выбор сделан. Наконец. Читаю, перечитываю письмо Управления Союза писателей Украины. Посылаем вам вызов. Вызов на Украину. В Киев. Домой. Домой. Давно отгремела канонада на Западе. Еще весной взвелась над покоренным Берлином знамя нашей победы. Отгремели праздничные салюты. Тронулись на Запад, домой, словно вода, в берега после половодия, эвакуированные сначала поодиночке на разведку, в разоренную и сожженную наполовину родную сторону. Семьи еще оставались здесь, ожидая сигнала от своего разведчика или разведчицы. Таких было больше. Сигнал означал «Гнездо цело, жду вас», а либо «Гнездо уничтожено, устраиваюсь, ждите вызова». Освобожденные земли были разорены, не хватало жилья, хлеба, следовало регулировать приток возвращавшихся. Уже пришли вызовы для многих земляков-украинцев, уже формировался эшелон для них. Теперь этим эшелоном мог отправиться и я. Читал, перечитывал письма из Киева. Прекрасного, крутогорбого, зеленого Киева. Мне предлагали работу редактора в областном львовском издательстве. Львов – один из стольных городов начала нынешнего тысячелетия. Некогда они приветствовали друг друга звоном колоколов. Львов – с Карпатских высот, Киев – с холмов над Днепровских, Новгород – созвонница Софийской. В лихую годину войны приехали мы в долину к казахам, в долину Сырдарьи, на холмы Сарыарки. Нашли приют, дружбу. Всегда тепло вспоминаю я сердечность отношений с первыми знакомцами-казахами. Алла-Жар Тимиржанов – радушный хозяин, а у Исхан Кошумов – тихий, всматривающийся в образы прошлого. Другие. Они познакомились, дружили меня со здешними людьми, с Казахстаном, его историей. Здесь я впервые почувствовал, что наши народы жились как соседи. Многое перенимали друг у друга, даже сроднились. Не даром в народных песнях украинцев и казахов звучат сходные мелодии. Помнится, как поэт Жумагали Саин, воевавший с немецкими оккупантами на Украине, рассказывая о своем знакомстве с украинцами, с удовольствием вспоминал, что не только встретил там места с казахскими названиями – село Печенеги под Харьковом, речки Сулу, Айдар на Луганчине, но и ощутил близость к народу, душевно богатому и щедрому. Львов, конечно, интересен, но здесь не менее интересно. Степь, разливающаяся как море вокруг нового города, нравится мне больше сырых карпатских ущелий. Весной она дышит то медовым ароматом, то приятным горьковатым запахом полыни. Люблю степь. Привык к степным ветрам, к степному солнцу еще с детства Феодосии, раскинувшейся между неоглядным морем и порыжевшей от зноя и суховеев степью. А такой прозрачной голубизны неба, таких цветистых закатов и восходов я не видел нигде. Привольно глазу и душе, да и казахстанцы уже стали своими за эти трудные военные годы. Эшелон уйдет на запад на днях. Но как отказаться от предложения редактора «Казахстанской правды» стать корреспондентом по Карганде? Как не слетать еще раз в красавицу Алма-Ату? Как вообще покинуть вот так сразу край, только открывающийся мне, бросить начатые здесь работы, отмахнуться от замыслов и еще побыть здесь хоть немного? Эшелон ушел без меня.